Следить за соблюдением экологических норм скоро будет новый орган. Нынешняя госэкоинспекция на стадии реформирования. Будет ли служба, которая придет ей на смену более эффективной? Предложение активистов слушали наши корреспонденты. Уже больше года в правительстве говорят о реформе экологической инспекции. Концепция есть, результата пока нет. Общественники предлагают к админу разные варианты. По их словам, коррупция одна из главных проблем. При этом проконтролировать работу инспекторов довольно сложно. Активисты обещают, что до конца года запустят новую электронную платформу «Открытая окружающая среда». Она позволит любому желающему мониторить экологическую обстановку в стране. Нарушений в экологической сфере хватает. Это, например, и незаконная вырубка леса, и добыча песка, и янтарные копии. Одна из причин – неэффективная работа экоинспекторов. Служба требует кадровой перезагрузки. Новых сотрудников нужно отбирать на открытом конкурсе с независимыми экспертами. И, конечно же, значительно повысить заработные платы инспекторам. Заработные платы, как в том же Национальном антикоррупционном бюро, должны быть установлены в виде определенного коэффициента от минимальной заработной платы или прошедочного минимума. И, опять же, быть указаны в законе прямо на довольно высоком уровне. Чтобы глава инспекции получал не 17 или 20 тысяч гривен, а, скажем, 50-80 тысяч гривен. Также эко-контролеры остро нуждаются в техническом переоснащении. Ведь те же браконьеры или лесорубы, незаконно уничтожающие Карпаты, оснащены намного лучше. В результате госинспекция взыскала в 2016 году в бюджет страны чуть более 5 миллионов гривен. При этом, по подсчетам правительственной и общественной инициативы «Вместе против коррупции» нарушители нанесли ущерб государству почти в 140 раз больше. Ирина Розова, Вячеслав Фролов. Подробности. Телеканал Интер.